Бинты! Бинты! Что там такое? Бинты! Бинты! Да где они? Бинты ему уже не помогут. Что? Но он только что еще дышал. Он истек кровью. У него перерезана бедренная артерия. При такой ране, смерть, вопрос нескольких минут. Боги! Что тут произошло? Я проезжал мимо с товарами, услышал крики. Вдруг этот вот выбрался на дорогу и упал на землю без сознания. Я спрыгнул с повозки, чтобы ему помочь перебинтовать, и тут вы появились. Помочь незнакомцу дело достойное. Если честно, я когда его увидел, испугался, что это засада. Чуть было плетью его не ударил. Ну как я мог бросить человека в беде? Нехорошо это. Неправильно. Многие считают это очень даже правильно. Если хочешь идти, вытри как следует руки и сожги рубаху. Можно для верности еще и кожу тимьяном натереть. Запах крови может привлечь упырей. Кто... кто вы такой? Могу я узнать? Ведьмак. А, понятно. Вы... вы думаете, его какой-то монстр убил? Что тут у нас? Нога сломана, но причиной смерти стала рана. Небольшая, но глубокая. Края гладкие. Колющее оружие или мощные когти. Может, виверна? Сложно сказать. Хм. Необычный нагрудник. Покрыт патиной и погнут. Похоже, древний. Я такими штуками занимаюсь. Знаю, что говорю. Только зачем он его надел? Сам он об этом вряд ли скажет. Осталось понять, откуда он тут взялся. Надо думать из того дома, но проверить не помешает. Ну, займусь делом. Бывай. Погодите, я пойду с вами. Хм. Так и быть. Но далеко не отходи, не шуми и ничего не трогай. Дорога ведет к дому на холме. А там гробовая тишина. Наверное, ноги он себе здесь сломал. Пытался перелезть через стену и упал. Похоже, он хотел отсюда сбежать, но не мог открыть ворота. Твою-то мать. О, боги! А здесь-то что творилось? Банкет? Похоже на то. Вы как думаете, живые-то есть? Боги! Служанка. Заколота. Больше дюжины ударов. Некоторые нанесены посмертно. Поверить не могу, что это дело рук человека. Такое только чудовище могло сотворить. Тело пробито очень мощным ударом. Сталь он прошел насквозь. Нагрудник такой же, как у человека с тракта. Горло разудрано одним сильным ударом. Рядом щит. Старый и выщербленный. И церемониальный меч. Работа Аэнсиды. Горбо이즈. Редактор. Редактор. следы огня что-то здесь горела взорвалось крепкий запах множество ран на теле раны колотой но чего непонятно это человек на одежда эльфская вы уверены откуда он ее взял у нас в тусенте нелюдей совсем мало убегал потом упал на землю чтобы сбить огонь безуспешно запах гарри становится слабее может кому-то удалось отсюда убежать утка горела он содрал ее себе бросил и помчался дальше послушайте может там нет никого я знаю что ты внутри слышу дыхание открывай мы тебе ничего не сделаем они они все еще там послушай я ведьмак и хочу тебе помочь но для этого мне нужно чтобы ты ответил на несколько вопросов а кто ты собственно такой дюран фошер пламандон де саварин правитель этих земель и председатель исторического общества тусента каждый год мы отмечаем здесь годовщину эльфского приношения но такое у нас впервые кто такие они о которых ты говорил это я не знаю кто это были духе все случилось так внезапно мы готовили сценку девятов приносит жертвы вспыхнул яркий свет и ослепил меня я слышал крики но ничего не видел и тут моя одежда вспыхнула я начал бежать сорвал куртку забрался сюда и запер за собой дверь я слышал как они ломятся в дверь решил уже что вышибут и мне конец но но потом все затихло то есть реконструируя сцену из прошлого ты нечаянно призвал духа наверно карга духа или стуба корр го что лучше всего конечно все повторить вы с ума сошли хотите чтобы эта тварь нас убила нет хочу чтобы она никого не убила поэтому мне и нужно чтобы ты заново ее вызвал тогда за дело возьмусь я и покончу с ней раз и навсегда дюран как думаешь я смогу одиночку разыграть эту сцену это было великое событие капитуляция последнего эльфского короля тусента понадобится хотя бы три человека вы знаете о чем я хочу попросить мне нужна ваша помощь но я пойму если вы откажетесь нет возражений хорошо в таком случае займитесь телами время есть представление будем устраивать ночью вещи такого рода после захода лучше получаются остается только вопрос моей оплаты я бесплатно не работаю понятное дело но ежели захочешь безопасности так за ценой не постоишь я буду к королем людовиком на эльфском троне а вы ведьмак сыграйте эльфского правителя нужно переодеться все должно быть как надо девятов король эльфов принял людовика в своем дворце на своем троне в ослепительном блеске множество факелов а не Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Я принимаю твою власть и вернусь через год Смотрите! На статуи посмотрите! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... 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 скульптуры они ожили что за колдовство не знаю я на убийстве монстров специализируясь они на оживлении было возможно я знаю что произошло видите ли эти статуи в прошлом стояли во дворце некого девитофа и я их месяц назад купил чтобы может не лучше начать сначала этот девитоф должен был этими статуями ежегодно платить людям дань однако он успел сделать это лишь один раз его убили при погроме нелюдей под горгоной семьсот восемьдесят втором и хорошо что так ведь девитоф собирался устроить покушение на людовика под видом статы он хотел отправить людям големов которые активировались благодарственными речами эти големы разорвали бы нашего короля и его стражу в клочья как всегда эльфы воплощение коварства монстр мертв пора мне в путь погодите уважаемый вот возьмите ка счастливого пути ведьмак так и Субтитры создавал DimaTorzok